Внимание, внимание! Второй выпуск Ticket to News объявляю открытым, тем более, что давненько-то его не было. Для тех, кто не в курсе, я объясняю. Это рубрика, в которой я рассказываю про самые новые, самые интересные игры для детей и взрослых, которые заинтересовали меня или могут заинтересовать вас. Смотрите видео до конца и обещаю, что вы увидите много необычного и оригинального среди современных настольных игр для детей. Всем привет! Меня зовут Любовь Велент, и здесь мы с вами говорим о книгах и настольных играх для детей всей семьи. И сегодня я хочу поделиться подборкой просто невероятных настольных игр, которые отличаются от большинства либо своей идеи, либо своим внешним видом, либо какими-то фишками в правилах. Первая игра называется «Лейки и улитки. Издательство стиль жизни». Это очень оригинальная игра, в которой коробка является игровым полем. А если точнее, то грядкой, в которой растут овощи, ну и ползают вредные улитки, которые могут съесть ваш урожай. Но самое интересное, что у каждого игрока есть лейки, в которые кладутся шарики воды. Это выглядит очень эффектно. И когда открывается три одинаковых овоща, то можно собрать урожай, ну либо улитку, если это три улитки. В итоге у нас как будто бы симулятор дачи. На сайте написано, что игра 4+, но мне кажется, что с 2-3 лет лучше в нее уже пробовать играть. Может в каких-то случаях по чуть упрощенным правилам, но потихоньку усложня и до оригинальных правил. А для самых маленьких детей приблизительно от 2 лет эту игру вообще можно использовать как серенажер ловкости, потому что есть подозрения, что это только кажется, что направить воду из лейки легко. Но почти всегда в таких случаях на самом деле все может оказаться сложнее, чем кажется с первого взглядом. Мне очень понравились и идеи, и реализация, поэтому я рада за тех, у кого дети подходящего возраста. Нам, конечно, как вы понимаете, эта игра уже не нужна. И, кстати, она от очень хорошего издателя, который подарил миру и цыплячьи бега, и маленьких ведьмочек, и спиндереллы, и сырный замок, и магическую метлу. Если вдруг по какой-то причине вы еще не знаете, что у меня есть телеграм-канал, в который я выкладываю разные интересности, которые здесь на ютубе вы, может быть, и не найдете. А если и найдете, то спустя какое-то время, когда я до них доберусь. Более того, если вдруг что-то случится с ютубом, в телеграме мы точно с вами останемся на связи. А также, начиная с ближайших моих видео, я буду их кусочки выкладывать в свой телеграм. А может быть, даже снимать что-нибудь небольшое специально для него. Так что обязательно подпишитесь. И да, в 2025 году уже совсем скоро в моем телеграме будет еще больше всего интересного и классного. Следующая игра мне тоже очень понравилась. Называется она «Утиная чехарда». Это игра, которая может стать одной из первых настоящих настольных игр вашего ребенка. По своей сути, это ходилка, где нужно кидать кубик и делать действия в зависимости от того, что выпало на кубике. В данном случае нужно отвезти маму-утку и утят до пруда, пока не зашло солнце. Каждая сторона кубика – это картинка. И все эти действия не будет проблемой запомнить, они интуитивно понятны. Когда мой сын был совсем маленький, ему очень сильно нравились игры подобного типа. У нас были другие. Но я уверена на 100%, что если бы была эта, то тоже он бы с огромным удовольствием играл. Причем все игры подобного типа обычно кооперативные. И когда мы играли, то чаще всего мой сын ходил за всех. И ему это очень нравилось. Что мне понравилось конкретно в «Утиной чехарде» – это то, что тут есть выбор, кем походить. И от этого зависит, получится или не получится достичь цели. Плюс здесь есть радуга, по которой двигается солнце, как дополнительный элемент игры. Это выглядит очень красиво, ярко и будет привлекать маленьких детей. На коробке написано «От трех лет». Я согласна, плюс-минус так и есть. Но думаю, что уже в два-два с половиной года можно пробовать. Тут нет ничего такого, что ребенок не сможет понять. Тут очень простая механика игры. Вопрос, конечно, какой тут баланс? Насколько сложно тут выиграть? На мой взгляд, в таких играх в большинстве случаев надо выигрывать, а проигрывать только 20-30%, так как дети еще совсем маленькие. И если у вас эта игра есть, то поделитесь, пожалуйста, как часто в «Утиную чехарду» вы выигрываете, а как часто проигрываете. Если подвести итог, то если у вас дети подходящего возраста, то я бы могла порекомендовать вам эту игру. Мне кажется, она очень классная. Следующая игра, которую я нашла, это «Кубопрыги» от «Хобби Ворлд». Это игра-гонка, где мы будем управлять одной из четырех семей из трех кубопрыгов, среди которых морские котики, крабики, осьминоги и лягушки. В игре два режима – облегченный и посложнее. Тот, который попроще называется «Каникулы». У каждого игрока в наличии три кубопрыга разного размера – большой, средний и маленький. Мы их располагаем на островах возле своего финиша. У каждой семьи финиш свой. Во время своего хода нужно кинуть кубики и походить теми кубопрыгами, которые на нем выпали. Есть несколько интересных нюансов. Во-первых, кубопрыги могут забираться друг на друга и ходить вместе. Такое было и в других играх, например, в «Черепашьих бегах» или в «Спендерелле». Во-вторых, кубопрыги двигаются по островам. И некоторые из них уникальны. Например, где-то можно раздобыть ракушки, которые нужны для победы в игре, а где-то можно получить корону, которая помогает продвигаться на один остров дальше. Причем она в игре всего одна, и ее можно забирать друг у друга. Дальше, кто первый пересек свой финиш, занимает место на Большом острове победителей. И когда там заканчиваются места, игра заканчивается. А выигрывает тот, кто набрал больше всего жемчужин. Есть еще усложненный вариант игры под названием «Приключения». Там несколько изменений, но основные немного другие правила движения кубопрыгов и наличие серфбордов, позволяющих чуть быстрее двигаться. В общем и целом, игра выглядит интересной. Кубопрыги забавные, и мне кажется, детям понравится ими управлять. По возрасту стоит 5+, но я, как всегда, выскажу свое несогласие с этой маркировкой. Если играть совсем по простым правилам, без бонусов и так далее, то можно начинать года в 3 плюс-минус. Ну а дальше потихоньку усложнять игру. В общем и целом, где-то с 3,5-4 лет точно можно играть по базовым правилам. И думаю, что потом можно пробовать и в усложненной с 4-4,5 или около того. Как вы понимаете, все индивидуально. Но если дети играют с детьми, то я думаю, с 4 до 6 можно рассматривать эту игру также. И понятно, что чем старше ребенок, тем более ненапряжной для него будет эта игра. Сейчас я расскажу про еще одну игру-гонку, и она принципиально другая, хотя есть похожие механики. Цель первым добраться до финиша. Это Банда Пятачок, новинка от Эврикуса. Рекомендуется от 4 лет, но думаю, что можно и раньше, года в 3 или даже в 2,5. Как только ваш ребенок способен на кубике посчитать точки и сделать столько же шагов, сколько нарисовано, можно играть. Я уже точно не помню, надо смотреть записи, но мне кажется, в 3 года это не было проблемой. В любом случае, наверняка в какой-то другой вашей игре, может быть, кубик от 1 до 3, много игр есть с такими компонентами. Можно взять его или сделать самостоятельно. Если, допустим, на 3 шага ваш ребенок может продвинуть поросенка, а до 6 ему еще сложноватым. Потому что сама по себе игра простейшая, и такие игры действительно нравятся детям. А это еще сделано очень мило. Здесь у нас есть дорожка, и банды поросят, любимое занятие которых бегать по этой дорожке на перегонке, которая настолько узкая, что обогнать своих друзей можно только перепрыгивая через них. Но на самом деле не только. Ведь можно забраться кому-то на спину, и тут кто-то повезет свинку на себе. Дорожка в игре состоит из блоков, которые собираются произвольным образом, как вам больше захочется или понравится. Поэтому каждая игра может отличаться от предыдущих. И будущих игр, конечно, тоже. Вообще, эта игра, конечно, новинка, но она достаточно старая. Мне кажется, я видела ее еще лет 7 назад. Но, возможно, это было иностранное издание. У нее есть несколько престижных наград и номинаций, в том числе Spiel des Genres Kinder Spiel 2001 года. Игра замечательная, и более того, в нее будет особенно интересна играть детям с детьми. А также дети часто берут подобные игры и играют самостоятельно. Мой сын постоянно так делает, до сих пор иногда делает. Банда Пятачок может стать такой игрой для кого-то из ваших детей. Следующая игра называется Фото Пташки. И когда я ее видела, то сразу вспомнила короткометражный мультик про птичек, где они сидели на проводах. В игре у некоторых пташек такое же подозрительное выражение лица. Первое, что стоит сказать про эту игру, это то, что она объемная, трехмерная. Это не просто карточки птичек на столе, но здесь на самом деле есть телеграфные столбы, между которыми натянуты провода. И вот именно на них надо сажать наших пташек. Задача собирать различные комбинации птиц разных семейств, цветов и размеров. Есть и кооперативные, и соревновательные режимы. А также, в зависимости от натяжения провода, можно сделать игру или попроще, или посложнее. Конечно, я это чудо, к сожалению, в руках не держала, но выглядит невероятно эффектно даже на фотографиях. И я подозреваю, что это кажется, что птичек легко посадить на провода. Скорее всего, тут есть какой-то подвох, и все не так просто, как могло бы показаться. Ведь если птички упадут, то задание выполнить не получится. А еще и другие игроки, сажая птичек, могут и ваши планы нарушить. Мне кажется, это гениально придуманная игра. Насколько в нее интересно играть по правилам, я не знаю, но мне кажется, что должно быть интересно. И более того, эта игра развивает ловкость и моторику рук. Поэтому изначально можно предлагать совсем маленьким детям, просто как для развития. А по правилам играть уже, когда ребенок подрастет. Да и для своих ролевых игр вполне можно использовать эту конструкцию и пташек. Вообще, тут написано, что игра 7+. Я не знаю, почему так предлагают, но однозначно можно раньше играть по правилам. Я бы так навскидку сказала, что лет с 4 плюс-минус не должно быть проблем научить играть по правилам. И даже, может, для каких-то детей и раньше 4 лет, если какие-то нюансы упростить. Да даже в 2 года можно начинать просто вешать птичек, точнее сажать. А потом, по мере взросления ребенка, добавлять правила и в какой-то момент играть уже полноценно. И тогда игра вам прослужит очень долго. Возможно, указав возраст 7+, авторы имели в виду, что в младшем школьном возрасте в эту игру будет интересно играть детям с детьми. Я подозреваю, что да, так и есть. Поэтому, наверное, лучше всего она подойдет для тех, у кого дети немного разного, но не сильно отличающегося возраста. Например, дошкольники и младшие школьники. А также для старших дошкольников и младших школьников для игры со своими друзьями. Для моего сына в 7 лет, пожалуй, уже поздновато. Хотя я уверена, что концепция игры ему бы понравилась. И для игры без особого напряжения он бы поиграл. Но, возможно, в его возрасте быстро бы надоело. А вот если приобрести для маленьких детей, то игры может хватить надолго. Насколько надолго зависит от качества компонентов. Минутка важной информации. Для того, чтобы мой канал лучше развивался, чтобы у меня было больше мотивации делать для вас как можно больше видео, есть два отличных способа меня поддержать. Во-первых, это мой бусте, подписываясь на который вы найдете все новые видео в альтернативном плеере. Я же знаю, что не у всех вас YouTube хорошо работает без VPN. А также я туда постепенно добавляю все свои предыдущие видео. И для того, чтобы вам было удобнее ориентироваться, я сделала базу на основе Notion, где есть обновляемый список моих видео. И более того, на бусте большинство моих видео появляются раньше, чем на YouTube. А минимальная подписка стоит дешевле чашки кофе. А во-вторых, под каждым моим видео есть кнопка «Суперспасибо», с помощью которой вы можете мне отправить небольшую сумму, чтобы я себя немного порадовала, а вы меня поблагодарили за ту работу, которую я для вас делаю. Следующая игра называется «Волшебные огоньки». Это лучшая детская игра 22-го года по мнению престижной немецкой премии Spiel des Genres. А также она была признана лучшей детской игрой во Франции, в Швейцарии, в Голландии. По сюжету мы являемся юными волшебниками. И мы узнали, что коварные ведьмы хотят выкрасть магический кристалл у старого мудрого волшебника. Мы должны просто обязаны помешать их злым планам. А в дороге нам помогут волшебные огоньки. Это кооперативная игра для компаний до 4-х человек. Есть два режима. Один против игры, второй режим командный, волшебники против ведьм. Здесь интересная механика игры. На поле стоят волшебники и ведьмы. 6 волшебников и 3 ведьмы. В свой ход я достаю шарик из мешка и кладу на один из доступных желобков. Шарик скатывается вниз. Если шарик столкнулся с любой фигуркой или с несколькими, то я передвигаю их на ближайшую область того же цвета, что и шарик. Причем хитрость тут еще в том, что я могу передвигать фигурку так быстро, чтобы успевать поставить после шарика. И тогда шарик столкнется с ней несколько раз, а продвинуться получится дальше. Волшебники выигрывают, когда четверо из них добираются до волшебника. А ведьмы, когда все три попали тоже к волшебнику. Но можно варьировать сложность, выбирая сколько учеников и сколько ведьм должны добраться до волшебника. Слишком много слов волшебника у меня сейчас. Игра заявлена на 5 лет, но я считаю, что можно играть гораздо раньше. В 3-3,5 года. Можно объяснить ребенку правила. Можно уменьшать количество ведьм и волшебников, чтобы было проще. Это потрясающая игра, которой я абсолютно уверена понравится большинству детей. И понравилось бы моему сыну, если бы он был младшим. Следующая игра это Разрушители замков от Эврикус. На коробке написано, что она от 6 лет. У нас ее нет. Но исходя из правил, я думаю, что все же можно начинать играть где-то от 4-4,5 лет. А для чуть более старших детей хорошо. Особенно для детей с детьми. В том числе, если возраст немного отличается. У этой игры очень интересная механика на планирование действий и тематика, которая нравится большинству детей. Здесь у каждого есть свой замок с башнями, сокровищницей, рыцарем-героем и, конечно же, верным котиком. Во время каждого хода игроки закрывают свои замки планшетами и одновременно думают, что они будут делать. Атаковать, защищать или добывать золото. И потом все вместе открывают ширмы и смотрят результат, применяя эффект выложенных действий. Побеждает тот, кто первым разрушит замок или две башни противника. Конечно, защитив свой. Это основной режим игры, но кроме этого есть еще несколько вариантов. Два или три, не помню точно. Я думаю, что для моего сына эта игра все же простовата. Но все же я бы, пожалуй, хотела попробовать в нее поиграть, если бы она у нас была. И еще одна игра от Эврикус – это Остров удачи. Указанная детям от 6 лет. Я думаю, что можно приблизительно лет от 5. Здесь мы отправляемся на остров и там можно будет делать разные действия. Цель игры – набрать как можно больше золотых монет, которые зарабатываются либо с помощью сундуков, либо с помощью медалей дружбы. В игре очень простые правила. Я вращаю стрелку компасом. И, исходя из того, что выпало, получаю ресурсы и кладу себе на планшет. И на планшете мне надо заполнить столбцы, ряды и диагонали. Когда что-то из этого заполнено, я могу взять снаряжение или пригласить тебя на остров дружественных персонажей. Ну а с помощью снаряжения можно доставать из мешочка сундуки с золотом. Но могут попасться и вредные крабы. По механике накопления ресурсов и заполнения рядов, игра немного напомнила «Однажды в замке». Но там мы строим замок, а не собираем золото. Но идея сбора ресурсов похожая. Игра несложная. Подойдет детям лет от 5. Возможно, для кого-то и от 4. В то же время в этой игре надо думать и планировать свои действия. И мне кажется, в нее хорошо играть не только с родителями, но и с друзьями, и с детьми немного разного возраста. Так что обратите на нее внимание. Я думаю, она может вам понравиться и также вашим детям. А мне понравится, если у вас появилось желание поделиться этим видео со своими друзьями. Поддержать меня комментариями, лайками, подписками на мой канал. И на бусте, чтобы стать не просто зрителем, но и тем человеком, который помогает мне создавать все больше и больше новых видео. А сейчас предлагаю вам посмотреть еще одно интересное видео у меня на канале, в котором я рассказываю про 10 интереснейших игр, которые выходили в течение приблизительно последнего года. И в которые я сама лично очень хочу поиграть. Либо можете обратить внимание на первую часть моей коллекции настольных игр, среди которых, я уверена, вы найдете что-то интересное для себя. Оставайтесь на моем канале и хорошего дня. Пока-пока.